Нет, если ты просто хочешь побухать с друзьями, отдохнуть в пятницу и тебе лень идти на запланированную тренировку, ты не находишься в фазе перетренированности. У нас есть три индикатора, по которым мы можем определить, находимся мы в перетренированности, она скоро наступит или уже наступила и мы уже так глубоко в нее погрязли, что уже нужно что-то делать. То есть индикаторы предшествующие, индикаторы в моменте, когда мы уже находимся прямо на самом лезвии перетренированности и индикаторы, которые уже показывают, что чувак, ты уже давно глубоко перетренировался и тебе пора уже что-то делать, потому что ты просто стоишь на месте и используешь неэффективно свое время в зале. То, что мы пришли в зал, чтобы делать прогрессию, чтобы получать результат. Если ты уже перетренировался и стоишь на месте, то эти факторы тебе подсказывают, что ты просто тратишь свое время. Итак, первое. Предшествующие индикаторы. Весь прошлый день, прошлый вечер ты не спал, то есть ты конкретно не доспал. Возможно, это было объективно и ты решал рабочие вопросы, зарабатывал деньги, чтобы потом купить себе абонемент в зал и спортивное питание. Факт остается фактом, ты не доспал, это будет предшествующим фактором того, что, возможно, на этой тренировке ты сделаешь достаточную работу запланированную и, возможно, поработаешь даже с новым весом. Но по факту любой недосып, один из вариантов, он уже будет играть в минус твоей дальнейшей прогрессии. То есть это будет предшествующим фактором твоей перетренированности. И если ты с ним сейчас в моменте ничего не сделаешь, то в дальнейшем это сократит твою фазу прогрессии, то есть когда ты увеличиваешь вес, резко ее срежет. Что ты можешь с этим сделать в моменте? Ты можешь перенести запланированную тренировку на следующий день и в этот день отдохнуть, лечь пораньше спать, не смотреть сериал, а просто доспать. Даже если тренировка следующая стоит впритык и ты сдвинул тренировку прям рядом со следующей, то есть будут тренировки две подряд, этот вариант все равно будет лучше, потому что ты будешь готов к этим двум тренировкам более адекватно с точки зрения восстановления. Я уверен, ты тренировки рассчитываешь адекватно и нагрузка распределена на разные мышечные группы, то есть они не помешают друг другу. Далее, ценность твоего рациона и общее количество, которое было, опять же, в предшествующий день до тренировки. Если ты не доел, тот колораж, который должен был, а ты находишься на фазе, когда ты устойчиво, ешь адекватно, не сушишься и набираешь тренированные показатели. Вес на снаряде, подходы, повторения, неважно, ты ешь достаточное количество и в этот день ты конкретно не доел. Здесь рекомендация простая. То есть ты можешь купировать то количество недоеденное со вчерашнего дня, тот колораж, допустим, у тебя по плану было 3 тысячи, ладно, 2 тысячи, ты съел там тысячу. Ты можешь накинуть на следующий день твою тренировку, тренировку не смещать, накинуть эту тысячу, которую ты не доел, у тебя будет рацион в 3 тысячи. Все логично. То есть недельный колораж будет усреднен до, опять, до 2 тысячи, которые ты, допустим, спланировал. Хотя, скорее всего, тебе нужно больше, если ты набираешь в среднем. Следующий предшествующий показатель – это общий стресс, общее напряжение. Если ты всю неделю мучился каким-то вопросом, не знаю, отношений, работы, это тебя очень сильно напрягало, и этот уровень стресса, он тоже сыграет роль. Здесь тоже все просто, ничего не смещаем, никакую тренировку не убираем. Просто стараемся расслабиться. Самый дебильный совет, который только можно дать. Но ты действительно можешь это сделать. Сделай себе чай с ромашкой, присядь, отдохни. Не нужно смотреть ничего напряженного, новости. Просто расслабься, переключись, реши этот вопрос и просто продолжай. Хорошо, теперь самое важное. Мы подошли к индикаторам, которые в моменте показывают нам, что ты уже находишься в перетренированности. То есть это в момент тренировки. То есть ты пришел, собрал штангу и планируешь делать джим штанги лежа. То есть там висит у нас 70 килограмм. И ты понимаешь, что уже на подводящих подходах, то есть когда ты делаешь там пустой гриф, ну там ты вряд ли что-то поймешь, делаешь там 50 килограмм подводящий подход, 6 килограмм. Ты чувствуешь, что штанга поднимается не так же быстро, как обычно. То есть скорость замедлилась, скорость движения штанги замедлилась. Если ты это увидел, это один из супер точных показателей того, что ты находишься, не рассчитал свою перетренированность. В Америке даже используют в специализированных залах такие маленькие тросики, еле заметные, как нитки. И они замеряют скорость штанги, которая показывает им, если скорость замедлилась, если они это не чувствуют. Но, скорее всего, ты занимаешься не в таком зале. Ну и, конечно, относительная работа. То есть, ну вообще мы с тобой планируем увеличивать вес, увеличивать либо подход, либо повторение и так далее. Я надеюсь, что ты это планируешь. И ты понимаешь, что количество повторений с тем же весом, с которым ты работал, убавляется. Количество подходов, с которым ты можешь работать с этим весом, не убавляя сам вес на то же количество повторений, он падает. Ты не можешь увеличить вес или вес просто сразу падает. Что ты не можешь выдерживать то же количество повторений с этим весом. Это все показатели того, что ты уже находишься внутри перетренированности. Потому что в идеале у тебя по плану каждый раз должно быть больше, либо вес, либо подходы с сохранением веса увеличиваются, и ты чувствуешь себя при этом нормально, а не умираешь. Далее, тоже очень хороший показатель, это сила хвата, то есть то, как вы можете сжать кулак. Если вы чувствуете слабость, когда сжимаете свой кулачок, то это явно показатель того, что вы не можете приложить то усилие, которое потребуется и другими мышечными группами. Ну, исключением является, если вы всю прошлую ночь играли в армрестлинг. Есть даже такие приборы, их можно купить на Алиэкспресс, когда вы измеряете силу хвата. То есть, допустим, вы после отпуска пришли, у вас начинается новая тренировочная фаза, вы померили силу хвата, и далее вы меряете силу хвата, то есть после отпуска она будет у вас самая максимальная, потому что вы отдохнули. И после каждой недели, вернее, перед каждой тренировкой вы измеряете силу хвата, и она показывает вам те же показатели, может даже чуть больше, из-за того, что растет тренированность, вы держите штангу без лямок, но не падает. Если падает, это еще один супер объективный показатель того, что вы находитесь в фазе перетренированности. Что делать с этими показателями, чуть-чуть позже, сначала обсудим показатели, которые показывают, что вы уже глубоко в перетренированности находитесь, и уже давно нужно было воспользоваться прошлыми параметрами, когда вас уже давят 20 кг, уже нужно было понять, что что-то не так. Ну хорошо, вы пошли далее, потому что нужно тренироваться потом и кровью, и умереть в зале. У вас очень плохо спадает повышенное сердцебиение после подходов, и даже на протяжении 30 минут после того, как вы закончите тренироваться, оно у вас все равно выше, чем обычно. Я уже молчу про повышенное сердцебиение во время сна, это уже совсем вы глубоко куда-то ушли. Когда вы очень интенсивно наращиваете объем работы, количество подходов, когда вы уже доходите до критичных для вас весов и количества работы, исчисляемые в нашем случае в подходах, вы можете чувствовать, что где-то начинает что-то подтягивать, там, локтевой сустав, плечевой, там, коленные суставы. Мы не имеем в виду тот момент, когда у вас техника просто искажена, и вы травмировались, а все делаете правильно, просто в большом количестве, и начинаются вот эти всякие такие тянущие моменты в суставах, то есть у вас уже совсем грузятся мягкие ткани, сухожилия, связки, сами мышцы, то есть у вас таких микротравм, маленьких дырочек вот в этих тканях уже так много, как, знаете, вот взять тряпку, проделать там кучу дыр, обмотать обо что-то и пытаться тянуть. Вот примерно та же ситуация, когда вы пытаетесь продолжить работать, когда уже у вас очень много дырок и микротравм в мягких тканях, естественно, они уже не будут производить ту же работу, нужно дать восстановиться, зашить нашу тряпку, нашу аналогию, чтобы потом уже продолжать за нее тянуть. Не знаю, зачем нужно тянуть за тряпку, но с мышцами работает именно так. Вы начинаете заболевать, то есть уже чувствуете, что вроде ничего, вы не сидели перед открытым окном, где вас задувают, но вы уже чувствуете, что вы покашляете, я уже молчу, если вы совсем заболели, то есть необоснованная болезнь, это признак того, что иммунитет уже снизился от того уровня работы, который вы выполняете. Вы начинаете заболевать просто так, это очень такой показатель того, что вы точно уже на грани, да и в принципе, если вы заболели, вам в любом случае нужно разгружаться, тут уже не нужно быть экспертом. Порча настроения и очень интересный показатель, это потеря аппетита. Предположим, вы тренируетесь достаточно объемно, но при этом вы знаете, когда вам всегда хотелось есть, днем, утром, вечером, а сейчас вы уже при условии, что вы не ели больше, аппетит пропадает. Либо вы вообще находитесь на фазе сушки, вы так перетренировались, что вам реально есть не хочется. Вот это очень подозрительно, то есть вы вроде бы худеете, у вас дефицитный колораж и вам все-таки чуть-чуть должно хотеться есть. Я не говорю про бешеные какие-то приступы голода, тогда вы просто неправильно расписали свою диету. Но если вам не хочется есть во время диеты, сушки, показатель того, что вы явно перетренировались, нужно чуть снизить объем. Хорошо, теперь ответ на самый главный вопрос, что делать, когда перетренированность уже наступила по факту. Вот все эти индикаторы сработали, вы понимаете, что, ну слава богу, наконец-то я могу не тренироваться. Отчасти. То есть у нас три варианта. Либо если эти показатели какие-то единичные, вот из того, что я озвучил, единичные вы заметили, но понимаете, что это такой более временный момент. Вот допустим, вы как раз-таки не доспали, не доели, и это просто временный момент, когда вы не можете производить ту работу. Тогда вы можете просто взять вашу обычную тренировку и убавить подходы, и убавить вес на 30%, то есть оставить 70%. То есть как это выглядит? У вас тренировка, жим штанги, допустим, 6 подходов. Вы просто берете тот вес, допустим, было 100 килограмм, умножаете 0,7, это 70 килограмм, то есть убрали 30%, 70 килограмм и делаете 70% подходов. То есть это будет 4 подхода. Было 100 килограмм, 6 подходов, сделали 70 килограмм, 4 подхода. Ну хорошо, вы чувствуете, что вы уже глубоко в перетренированности, штанга идет медленно, и уже не первую тренировку, это происходит даже вот после той легкой сессии, которую мы обозначили, все равно не получается избавиться от этого нагнетающего чувства усталости. Нам нужно сделать разгрузочную неделю, то есть всю следующую неделю, начиная вот с этого дня, когда вы поняли, что это вам нужно объективно. Основное, что нам потребуется, это всю неделю сохранить тот результат, который у нас получился. Можно было бы взять всю неделю просто отдохнуть, но этот способ лучше приберечь там раз в год, вот как раз когда вы уезжаете в отпуск, вот тогда взять полную неделю, ладно, две на отдых. Если же вы находитесь в городе, где вы тренируетесь, то я бы взял вариант, где мы сохраняем наработанный результат, и есть много данных, что это даже лучше помогает и восстановиться в том числе с сохранением результата. Когда мы не полностью отдыхаем в следующую неделю, а эту неделю оставляем нагрузку, но чуть-чуть с уменьшенным объемом, количество подходов и с весом. Как сделать правильно? Если мы тренируемся на объем, на гипертрофию, у нас много было подходов, вес был незначительный, тот, который мы выполняем от 6 повторений до 15, до 20, то есть на много повторений. То всю следующую неделю нам нужно сохранить мышечный объем. Мы первую половину вес оставляем, потому что вес на снаряде лучше всего сохраняет наработанные мышцы. А вот объем, который обеспечил нам вот эту усталость, нам нужно убавить. Итого, всю следующую неделю, первую половину, мы убавляем количество подходов на 50%, а вес оставляем, убавим его только на 10%. Вторую половину недели мы все убавляем на 50% и количество подходов, и вес на снаряде тоже до 50%. Как это выглядит на примере? Допустим, в понедельник мы делаем жим штанги лежа, у нас там все те же 6 подходов, мы делаем 100 кг. Вес нам в идеале оставить, но снизить его чуть-чуть, то есть на 10%, то есть мы будем работать с 90 кг, но малое количество подходов, то есть у нас было 6 подходов, мы будем работать 4 подхода, 50%, 3 подхода, то есть 3 подхода будем работать 90 кг. Было 100 кг, 6 подходов стало на разгрузочной неделе, чтобы убрать нашу усталость, восстановить мышцы, 3 подхода 90 кг. Второй день, это допустим середина недели, мы можем взять те упражнения, которые на большие мышечные группы, которые скорее всего мы не доработали, потому что мы все всегда делаем одинаково в большинстве случаев, и скорее всего большие мышечные группы не доработали, поэтому мы их тоже оставляем 90% от веса, спина, ноги, если они попали на второй тренировочный день, и опять же подходы убавляем на 50%. И в последний день тренировочный, если это было всего 3 тренировочных дня, в последний день, допустим, там были упражнения на ноги, то мы делаем приседания, было 5 подходов, сделаем там 50%, то есть там либо 2, либо 3 подхода, и вес был на штанге опять же там 120 кг, мы возьмем теперь 50%, то есть 60 кг. Итого, на последний день, то есть нам нужно уже убавить и вес, и количество подходов, мы делаем все по 50, то есть вес на 50 убавили, и подходы на 50, то есть было 120 кг на 5 подходов, стало 3 подхода по 60 кг. Вы не должны на этой неделе почувствовать какой-то опять челлендж, напряжение и так далее, то о чем мы говорим, это должно быть реально легко, это должно быть прям легко. Лучший пример это такая, как будто пришли на какую-то аэробную тренировку в парке, то есть что-то там вроде подвигали, мышцы нагрузили, вспомнили технику, но по факту как прогулка по парку. Вы просто кайфанули от того, что пришли и сделали работу с легким весом. Все, вот такие должны быть ощущения. Мы не пытаемся нагрузиться, мы не пытаемся сделать работу. Не должно быть такого, что вы пришли в зал на легкую тренировку, на разгрузочную, и там, о, блин, как я загрузился, я там чуть не умер. Нет, такого не должно быть. Ты явно перетренируешься и опять не убавишь никакую перетренированность. Ты сделаешь только хуже. У нас задача снизить перетренированность, чтобы прогресс пошел дальше. Поэтому ты должен налегке выйти из зала и сказать, блин, я конкретно не доработал, но на следующей неделе я просто уничтожу этот зал, буду так тренироваться. Я прям чувствую прилив сил. Вот как должно быть. То есть тренировки должны быть реально легкие. То есть чуть-чуть просто тяжелее, чем если бы мы вообще всю неделю пропустили. Вот тогда ты сделал правильно. Вот тогда это разгрузочная тренировка. Ну и да, если вы прям чувствуете, что совсем все плохо, то есть мышцы не просто подтягивать, сухожилия, связки, а конкретные там болевые ощущения, и вы уже целый год никогда не делали прям полных недель отдыха и вообще работали достаточно интенсивно, объективно. То есть не халтурили кое-как, реально работали интенсивно, объемно. То можно взять неделю отдыха. Полную, вообще без ничего. Но, кстати, в большинстве случаев все-таки лучше будет небольшую тренированность сохранить, и хотя бы делать кардио, чтобы общее телосложение не портит, чтобы энерготраты оставались на том же уровне, потому что мы все-таки пришли для того, чтобы хорошо выглядеть, скорее всего, в зеркале, а не только поднимать тяжелые железки, надеюсь. Спасибо за просмотр. Подпишись, поставь лайк, напиши комментарий. Я тебе отвечу. Пиши что угодно, даже самый умный вопрос. И можешь подписаться на мой инстаграм, ссылку оставлю тоже в описании. Спасибо за просмотр.